Здравствуйте! Теперь в эфире сводка происшествий города и округа за минувшие сутки. С конца июня не выходит на связь с семьей житель Нового Уренгоя Максим Мартиросян. О том, что мужчина 1990 года рождения пропал, в полицию сообщил его отец. Известно, что исчезнувший горожанин, ко всему прочему, наблюдался в ПНД с диагнозом шизофрения и имеет склонность к бродяжничеству. Особые приметы. Внешность славянская, на вид 30 лет, худощавые волосы русы и рыжая щетина. Если вам что-либо известно о местонахождении Максима Мартиросяна, просьба сообщить дежурную часть полиции номер на экране. А с 12 сентября ничего не известно о местонахождении еще одной горожанки, 49-летней Галины Афониной. Ее приметы. Рост 175-180 сантиметров, волосы темные, глаза карие. Имеется родинка над губой слева. Просьба сообщить любую информацию о ее местонахождении по телефонам, которые видите на экране. Автор Кассали объявлен в розыск Олег Щепин, 1992 года рождения. Ямальца подозревают в убийстве человека. Его приметы. Рост 160-165 сантиметров, в темные волосы, худощавый, одет темную куртку и серую олимпийку с белыми полосками и синетрику. На шее татуировка в виде креста. Если вы видели этого человека, просьба позвонить по указанным на экране номерам. За сутки на дорогах округа произошло 12 аварий. В одной из них пострадал человек. Так, накануне вечером в ноябрьске водитель ВАЗа наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В этой аварии он получил различные травмы. В Ерселе произошел пожар, который для владельцев охваченного огнем помещения влетел бы в копеечку. Там загорелся гараж. Справились с возгоранием семь спасателей. В результате оказались повреждены стены и потолок строения. А вот спасти из огня удалось материальных ценностей более чем на 800 тысяч рублей. Причина пожара и ущерб устанавливаются. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире.